Я всегда рассказываю такую страшную историю. Представьте себе жаркий-жаркий конец июля, жаркое-жаркое начало августа. Сидят студенты в разных городах, не подозревая, что скоро на них полет без судьбы в виде блогового преподавателя, который решил проявить их и свою социальную культурную активность, а именно привлечен к прочтению поэтических книжек. Андрей Корольд и Волошинская премия нам небесно предоставляются в электронном виде, то есть сканируют книжки, это очень оперативно происходит, книжки из широких ста Волошинской премии. То есть это примерно 10 книжек за одну неделю. Студенты раскиданы не только по всей стране, но и по всей планете, потому что лето и конец июля, все отдыхают, все учатся, стажируются где угодно. И я помню, там в прошлом году нам рассказывали, как усилия подъявлены на даче, лежат в гамотея, по пути в студенте в поезде и так далее. Ребята, студентская голова не приобщалась к поезде. Вот в этом году в среде наших всех жителей были ребяты из Кевелева, и я зачитаю потом некоторые послания, очень учащиеся из Кевелева. С нами сегодня присутствует представитель жюри Саша Бакова, представитель РДБУ. Саша, кстати, мы посмотрим. У нас традиционно представитель РДБУ, как нам социально близкий и понятный человек, является представитель жюри. Пока. Пока. Мы отдадим. Вы же понимаете, мы расширяемся, явно скоро можно выходить для РДБУ. У нас были такие планы, и есть соответствующие глаза партнеры, которые затылают это с нами для вас. Поэтому все еще изменится земшарный лиц для нового проречия. С нами здесь Оля Назарева, представитель РДБУ. И тоже сегодня мы предоставим слово. И, собственно, сейчас я, наверное, предоставлю слово. О формате рассказать еще. Что у нас будет предоставить дальше? Во-первых, на основании, ребята. Вы понимаете, главное установленное участие в конкурсе, помимо рекомендации преподавателя, очень строгой и бесстрастной, конечно, преподаватель выбирает человека, который ласково на него посмотрит после того, как его привлекли в конце июля на неделю к работе. Да, стройный взор все равно посмотрит, но выполнит свою работу годами, в срок, и два раза зайдет в интернет, скачет книжки и потом прислать свое голосование. Ребята голосуют дистанционным этапом голосованием, они размещают книжки в порядке для почтения, от первого места до последнего, и дальше мы уже подсчитываем, как и правильная комиссия голоса, и определяем, какая книга получила большее количество голосов. Мы обычно еще выделяем тройку победителей. Наверное, я облашу, что в этом году у нас второе место заняла книжка «Все свои любимые фельдсовские, замечательные полетессы», и третье место – «Демецкая проза молодой молодой полетессы Натты Зучковой». Узовите название книги «Все свои любимые фельдсовские». Да, и, конечно, книга «Все свои любимые фельдсовские» «Ответ Ленинского друга». Книжка «Все свои любимые фельдсовские», 2011 год. Мы предложили ребятам, из которых здесь присутствуют, и тем, кто хотел заучить участие в нашем сегодняшнем заседании, выбрать способ представить других поэтов и лаулятов, которые, к сожалению, сейчас мы не можем послушать, но мы их послушаем в исполнении ребят. И, в частности, я бы хотела предложить, предоставить слово Саше Баковой, для того, чтобы послушать, кто в норме нашего замечательного лаулята придет ее внимание, и сказать пару слов о выгоду. Спасибо, Жанна Георгиевна. После меня будут рассказывать вам о поэзии Натсичковой и Людмиле Херсонской, но я бы, наверное, хотела поговорить немножко о другом. И я расскажу немножко про сборный стихов Андреевича Мадану, и я буду все отрицать. Вначале он берет эпиграф из Тома Уэйтса, который звучит так, что «Я расскажу вам все свои секреты, но соберу о своем прошлом». То есть тут тоже есть определенная концепция, какое-то выстраивание биографии. И когда мы читаем стихи, мы воспринимаем это по-разному. Когда мы читаем, нам хочется от стихов какой-то серьезности и классичности, но мне кажется, что мы не всегда как-то должны это требовать. И когда мы читаем стихи, а наши установки нарушаются, нам это несколько странно. Мы читаем, и нам вдруг становится смешно, или мы не слышим какого-то привычного размера. И нам как-то, если это происходит, нам сразу хочется сказать, ну почему стихи написаны так просто, почему рифма не такая, и почему нам должно быть важно, что чемодан кто пишет такие стихи. И действительно хочется сказать, что, сначала хочется сказать, что как будто бы поэт описывает свою жизнь, потому что там эпизоды из детства какие-то, случаи с отцом какие-то мелкие, смешные ситуации. Потом идут стихи о любви. То есть, в принципе, сложно. Чемодан, который пишет о любви, это довольно сложно представить. Потом пишет о трудностях, которые поселит сочинитель стихов, очень все это подробно описывает. На самом деле эти простые строчки довольно сложно устроены. И в стихах о детстве ты читаешь, и память начинает реагировать на какие-то цитаты из детских песен и книг, и ты пытаешься это вспомнить все. А потом он берет какой-нибудь советский мотивчик и заполняет его каким-то совершенно другим содержанием. И получается, что это не просто стихия о каком-то поэте-чемодане, это определенный лирический цикл с лирическими героями, определенной концепцией. Я рассказываю о своей биографии, но я лгу о своем прошлом. Мне кажется, что это очень интересно, как он выстраивает этот сборник, как он описывает время, какие эпизоды он выбирает. И как через весь сборник проходит ирония, направленная прежде всего на себя. И как присутствует это постоянное ощущение неуверенности. Он чувствует это и ребенком, и в возрастном состоянии то же самое. Так что мне кажется, что не все стихи, которые кажутся простыми, на самом деле они такими не являются. И я вам прочитаю одно стихотворение, но мне показалось довольно забавным, что если спрашиваешь у кого-нибудь, знаешь, что ты стихи Чемоданова, все почему-то сразу называют один стих, одно стихотворение, извините, что Чемоданов это тот, который написал про Машу, не Машу. И мне показалось забавным, что теперь 40 человек студентов аудитории, они должны будут помнить Чемоданов, но по этому одному стихотворению, ну хотя бы по этому одному. И я вам теперь прочитаю стихотворение. Этим утром, вкладнув их ночные постели, зеленые, как абсцент человечки, с красными, как абсцент глазами, наклоняются, шепчут в уста, я Маша, но я знаю не Маша, никто не Маша, кроме Маши. Как сильно стучатся в сердце, единороги, кентавроноги, тяжкий выдох в паху вдохновит, я Маша, но я знаю не Маша, никто не Маша, кроме Маши. Испорченным телефоном, из крысиной нары вылезает белка и говорит, я хомяк, говорит, я солнце, но я знаю не Маша, никто не Маша, кроме Маши. Которая бы не Маша, но это не то, а что-то совсем-совсем. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я еще раз скажу, что мой интересный посчитатель книжка «Отрие чемодана», который называется «Я буду все отрицать». Если приезжать, обязательно посмотрите видеофлик чемодана и посмотрите на него самому. Большая часть того, что Саша говорит о природе и чемодан, пишущая о любви, не очень понятен из-за того, что вы представляете, как он выглядит, и как он читает. Это очень проформативный такой поэт интересный. Надо еще добавить, что книга Андрея Чемодана была в десятке. То есть была тройка, но была и десятка. Короткий список. И там еще присутствует, может, как стоит это сказать, книги Германа Гласова, Ивана Волкова, Андрея Ниченко, Алексея Астудина и Феликса Чечика и Сергея Шестакового. На самом деле, много поэтов пришлось все в жюри прочесть. Ну и сейчас мы делаем такой экскурс в историю нашей премии. И я с удовольствием... Да, пожалуйста. Два слова про чемодан. Да, вот чемодан он необходимо увидеть, потому что он огромный. Он громадный. Он даже похож на очень большой чемодан. Но когда он выявляет в области поэтов, всем становится весело и легко нарушить. Это замечательное добавление. Но мне очень понравилось, как Саша читала. Потому что люди, которые Андрея не видели, его икаются, наверное, сейчас, он краснеет. Ну, мы только о доброе не говорим. Они не знают, что это такое, кто это такой. А вот мне, как я понял сейчас, иногда даже этот топлив кажется лишним, потому что Саша замечательно прочитает стихотворение, хотя она на чемодана совсем не похожа. Вот так вот. И мы его не забудем о стихотворении про Машу, которое вы не Маши. Правда. На самом деле, в этом и цель. Никогда больше не забыть. Если бы он читал чемодан, то все бы не учили его наизусть. Ну, может быть. Может быть. Пронимается поправка Михаила Свещева, которому, собственно, я не представляю слово. Это первый лауреат нашей премии, лауреат позы прошлого года. И он нам сейчас прочитает стихи. Пожалуйста, можно здесь, можно там, как вам удобнее. Вы будете сидеть для разнообразия. Пожалуйста. Вот так вот слышно, что мы будем меграфом. Возьмите. А вот, нормально. Вот так вам удобно. Так хорошо слышно? Да, вполне. Это была моя первая книжка. Почему была? Потому что сейчас я уже написал вторую. Даже подумываю ее издать на досуде. А, конечно, вообще какие-то претензии на какую-то премию у меня никак. С этой книжкой связаны не были. Я радовался ей самой по себе. Когда она была выделена, мне стало любопытно, когда попал в шот-биз и стало еще любопытнее. Вот. Ну, неожиданно, вроде бы, такая вот дебютная приятность.